Российский актёр Андрей Чупченко, звезда современного кинематографа, за время карьеры стал обладателем ряда престижных национальных призов. Артист также прославился ролями в Московском драматическом театре, где он плодотворно работает с начала 1990-х годов. Андрей Александрович Чупченко родился в семье советских актёров. Его наполненная событиями биография началась в 1967 году. С юных лет мальчик проникся жизнью на сцене и за кулицами, поэтому прийти в кинематограф ему было написано на роду. Родители, работавшие в Оренбурге, вскоре переехали во Владимир, а совсем маленького ребёнка отправили к бабушкам в Красноярск. В домах образованных интеллигентных женщин часто собирались интересные гости, представители элитных профессий из союза и социалистических государств. Со временем отец и мать получили престижные должности в драмтеатре, и дружная семья воссоединилась в начале 70-х годов. Из-за частых гастролей родителей Андрей к моменту поступления в школу познакомился с достопримечательностями крупнейших советских городов. Летнее время маленький Чубченко, как правило, проводил в пионерском лагере, благодаря коммуникабельному характеру он легко заводил друзей. Общение с вожатыми и воспитателями также не вызывало осложнений, поэтому ребёнка окружали десятки доброжелательных людей. Поначалу Андрей не задумывался о престижной актёрской карьере, да и родители не желали, чтобы сын жил вдалеке от семьи. В старших классах общеобразовательной школы юноша хотел стать кардиохирургом и работаем с выдающимися самоотверженными специалистами. Мечта о медицинском вузе возникла после того, как парень прочёл книгу Николая Моссова под названием «Эксперимент». Врач из Чубченко не получился, поскольку пришло время служить в армии. Это перевернуло мировоззрение в определённый жизненный момент. В интервью с журналистом актёр рассказывал, что обладая ростом в 180 сантиметров, он благодаря занятиям спортом достиг веса 80 килограммов. Рядовой специализированного подразделения заинтересовался собаководством и вскоре присоединился к профессиональным инструкторам. Накануне общероссийского праздника от командиров поступило задание выучить художественные произведения и организовать торжественный концерт. Чубченко ладил со служивцами, представителями разных национальностей. Став руководителем мероприятия, он заслужил счастье авторитет. Парень почувствовал, что театр – это его призвание и решил после демобилизации последовать зову судьбы. Армейский сержант без затруднений поступил в Щепкинское училище и, переехав в Москву, стал студентом престижнейшего вуза страны. В личной жизни Андрея присутствовало несколько женщин. В молодости артист влюбился в одну из своих школьных подруг. Пылкие чувства, к сожалению, не выдержали испытания временем, и девушка так и не сумела войти в узкий семейный круг. После армии парень познакомился с Юлией Алексеевной Зыковой, которая также была студенткой театрального вуза в Москве. В будущей коллеге по профессии Андрей Александрович обнаружил все качества, необходимые верной и любящей жене. В середине 90-х молодые люди узаконили свои отношения. По окончании учебного заведения решили, что пора заводить детей. Первой в семье российских артистов появилась девочка София, которая не стала актрисой, но попала в круг интеллигентных людей. Старшая дочь Зыкова и Чубченко поступила в институт международных отношений, чтобы овладеть иностранными языками и получить возможность увидеть мир. К небольшому разочарованию родителей Соня не увлеклась искусством и после детской кинопробы выбрала другой ориентир. В 2000-х годах в семье Андрея родился еще один ребенок. Девочку назвали Евдокии в честь кровной родственницы отца. Сейчас Зуня занимается спортом и посещает секцию художественной гимнастики, где учат верить в собственные силы и любое дело доводить до конца. В многочисленных интервью Чубченко редко рассказывает о жизни близких. Он также следит, чтобы личные фото не просачивались в интернет. Несмотря на подобную осторожность, история с ограблением старшей дочери попала на страницы газет усилиями вездесущих журналистов. Также стоит отметить, что в начале 90-х годов Чубченко начал творческую карьеру. Он поступил на службу в МХАТ имени Горького и сразу вписался в коллектив. Мужчину задействовали в целом ряде постановок по книгам классиков, главные эпизодические роли сразу пополнили его актив. Самыми интересными работами считались такие постановки, как «Доходное место», «Без вины виноватые», «Белая гвардия» и «Три сестры». Герои Андрея, по мнению публики, обладали определенной привлекательностью, независимо от того факта, злы они были или добры. Мастерство Чубченко оценили и отметили в национальной премии имени Виктора Розова, сценариста и автора пьесы. И сейчас постановки с участием выпускника Щепки получают положительные отзывы, критиков и вызывают зрительский интерес. Начиная с 1997 года актер стал появляться на экранах, он играл в эпизодах, телесериалах и полнометражных кинолентах. Однако проекты «Катаваси» и «ДДД» досье детектива Дубровского показали, что для подобной деятельности еще не настал подходящий момент. Андрей вернулся в стены МХАТа под крыло Татьяны Дорониной, которая была художественным руководителем, но в команде случился скандал. Народную артистку Советского Союза вынудили покинуть должность, и Чубченко, уважающий женщину, по этому поводу сильно негодовал. В 2000-х, еще до того момента, как ситуация в театре накалилась, актер стал главным героем полнометражного фильма «Свой человек». Потом он снялся в «Московской саге» режиссера Дмитрия Борщевского и с удовольствием окунувшись в недавно закончившийся 20-й век. Следующей страницей фильмографии Чубченко стала сага Игоря Ветрова «Тухачевский. Заговор. Маршал. Снятый в 2010 году». Создавая многогранный образ прославленного советского военно-начальника, артист понял, что главные роли требуют привычку к труду. В тот же период появились проекты «Ненависть и запрещенная реальность», «Записки экспедитора», «Тайны, канцелярии», «Путийцы и жаркий лед». Изучая характеры персонажей, сильно отличившиеся друг от друга, Андрей оттачивал мастерство актера и стремительно двигался вперед. В 2011 году Чубченко пригласили на съемки детективного сериала, где его партнерами стали Ян Сапни, Анна Табанина и Кирилл Рубцов. «Шеф. Шеф 2. Шеф. Новая жизнь» и «Шеф. Игра на повышении» участвовали в международных фестивалях и завоевали ряд призов. В промежутке между этими съемками Андрей появился в числе участников таких картин, как «Поединки», «Ветеран» и «Брат и сестра». Зрители, запомнившие исполнителя по роли маршала Михаила Тухачевского, увидели, насколько разноплановой и талантливой бывает его игра. В 2020 году главными новостями в жизни артиста стали сведения о проектах, работа над которыми происходила на протяжении нескольких лет. О фильме «Подсолнух» и сериале «Стажеры» за некоторое время до официальной премьеры рассказывали в профилях Инстаграма, посвященных кино и на страницах российских газет. Сейчас Андрей продолжает работать в трупе МХАТа имени Горького, а на спектаклях с его участием постоянно бывает аншлаг, не оставляет мужчиной работу в кино. Осенью 2020 года зрители наблюдали за уже полюбившимся им персонажем, генералом Расторгуевым в исполнении Чубченко в сериале «Шеф Возвращения». Что касается интересных фактов актера, некоторые кинотелезрители отмечают схожесть Андрея Чубченко с Александром Лазаревым-младшим, потомком известной актерской семьи. Но истинные поклонники мужчины говорят о его неповторимости и не принимают дилетантского мнения, высказанного некомпетентными людьми.